МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА — Так сложилось, что привыкли, что КВН — это такая студенческая, не студенческая, это вузовская такая тема. Но, как показывает практика, уже давно-давно со школьным КВНом он жив, бодро и весел. Есть юниор-лига КВН, как раз там школьники всей России собираются. — Это такое долгое движение? — Долгое, да. Со школьниками мы работаем давно. Выросли уже некоторые звезды из школьного КВНа, которые сейчас блистают на федеральных каналах, а они начинали со школьного КВНа. История со школьниками достаточно стабильная, хорошая, замечательная. Но вот вы сказали про СПО, про среднеспециальное образование. У нас в регионе эта группа веселых и находчивых пока была не затронута, но в этом году, благодаря и управлению молодежиной политики, и департамент образования в рамках проекта федерального профессионалитета мы открываем лигу «Молодой специалист». Там как раз соберутся все те студенты, они же тоже студенты, которые учатся на СПО направлении. — Техникум и колледжи. — Техникум и колледжи, факультеты при высших учебных заведениях. Все, что связано со среднеспециальным образованием. Соответственно, мы провели школу, обучающую среди... — То есть не с улицы, грубо говоря, ребята придут. — Нет, мы их обучили, они попробовали, что это такое, ну, будем так говорить, в тепличных условиях. А буквально вот сегодня мы выпускаем этот продукт в народ, посмотрим, что из этого получится. Есть в основном, конечно, пока воронежские команды, но есть пара приезжих, имеется в виду, из области техникумов. Посмотрим на результат, и я думаю, что у вас получится. — Как школы вообще? С чего начать? Приходят в КВН школьники? — Ну, какая история? В принципе, благодаря преподавателям, у нас же еще год наставника, все, конечно, начинается с тех людей, которые работают в школе. Кто-то учился в институте, в университете, занимался этим. У нас много выпускников ушли, они отучились в университете, у нас поиграли в лиге, пришли в школу и говорят, а почему бы и нет. И эти же бывшие там девочки, мальчики, студенты, которые теперь уже преподаватели в школах, они собирают вокруг себя веселых и находчивых. — Инициативную группу. — И да, и появляются школьные команды. Ну, некая такая команда имеет уже, наверное, 15-20 лет такого опыта. Ну, очень известная в городе команда «Ваньки Станьки». Это родная школа Шрастуна Антона, который пришел туда школьником, потом пришел к нам в лигу, закончил и так далее. Поэтому весь путь КВНщика, он, в принципе, в воронежском формате просматривается на 100%. И школа — это то место, где ребята, ну, будем так говорить, получают первые творческие задачи, творческий опыт, набираются всего-всего и приходят потом уже в институт, ну и так далее. — Вот мы сегодня говорили о школе КВН. А чему там учат, собственно? Вот пришли ребята из техникума, из, там, не знаю, из монтажного, допустим, да, монтажники. — Шутить? — Да, что, шутить, что ли, учат? — Ну, смотрите, да. — Это уже не научат. — Да, научат. Просто здесь, в принципе, как и в школе, есть задания, есть теоретическая часть, есть, будем так говорить, практическая часть, все это есть. И впоследствии, мы проводим школу три дня, соответственно, у нас с утра до вечера мы пишем, рассказываем, учимся, что-то ставим и так далее. И в итоге к концу, там, третьего дня у нас собирается полноценное приветствие у команды, которое они уже могут показывать, как мы говорим, нормальным людям. Вот. Но в любом случае работа не заканчивается на школе. Они, когда уходят готовить уже сезонные выступления, мы в течение месяца перед игрой с ними встречаемся. У нас есть определенный график, у нас есть специальные обученные люди, которые называются редакторы. И вместе с редакторами они проходят тот путь от идеи какой-то, которая у них родилась в голове, до уже финальной картинки, которая появится на сцене. Это не быстрый процесс, тем более, что когда люди не понимают, из чего рождается шутка, но мы им рассказываем, что есть заход на шутку, есть развитие, есть отбивка. Все это проходит, и уже впоследствии появляются звезды. Все-таки теория теории, но все равно должен быть какой-то потенциал, чтобы его потом в школе раскрыли. Или, ну вот вообще ничего не может человек, не понимает. Но очень хочется шутить вот этой теорией. Можно как-то? Расскажу. Есть такая фраза, даже и зайца, ну, можно научить курить. Здесь, в принципе, та же история. У нас много-много примеров, когда человек приходил и говорил, я ничего не умею. Ну вот я не пишу шутки, но мне хочется. Вот хочется, и все. Мы говорим, ну, поехали. И человек, там, бывают такие истории, которые, там, приходил в команду звукооператором. Он умеет нажимать на кнопки на компьютере. Но потом, приходя на репетиции, что-то там, штурмя с ребятами, там, по каким-то темам, у него тоже появляется какая-то мысль, появляется схема в голове. Схема в голове появляется, все. А если первый раз на твоей шутке пошутили, хотя бы мама или друзья, посмеялись, тогда уже появляется, ага, понятно, значит, я буду делать вот так, и будет смешно. Эта схема работает. Сколько сейчас команд, ну, примерно, будем говорить, в целом в школьной, скажем так, отделении, в СПО сколько подались, в среднепрофессиональное, и в студенческом КВН. Так, ну, вот, в школьной у нас схема чуть другая, мы играем кубковые игры, чтобы ребята могли в любой процесс вклиниться без сезона такого серьезного. У нас порядка, там, 15 команд играет каждый кубок. Это весенний, там, зимний, осенний и так далее. Но это в среднем, а так за 20 и больше. Потому что в районах играют, даже если мы в пандемию как-то что-то потерялись, то в районах продолжали играть, и у нас тоже хорошая история районных игр. В СПО сейчас у нас порядка 10 команд заявилось, но... Ну, это вот прям первый раз. Да, это прям первый раз. Понятно, что у них есть сомнения и у руководства, и у самих ребят, но надеюсь, что это все развеется после фестиваля. А у студента у нас сейчас в сезоне работает 15 команд. Даже есть команды приезжие, это Тамбовская область, две команды. Вот, а наших, получается, 13 команд, это наши вузы, от некоторых даже по несколько команд. Какой-то есть секрет в создании команды? Ну, то есть обязательно должен быть, ну, какой-то персонаж. Активный, да. Вот, персонаж — это, наверное, стандартная схема. Если нет персонажа любого, который объединяет морально вокруг себя людей, тогда, наверное, сложно будет. Во-первых, еще самое главное — это когда ребята дружат. Это просто есть компания друзей. Вот они сидят, они просто вместе отдыхают, вместе ходят на занятия, а потом говорят, что, может, мы будем за ним додавать. И вот они, когда эта команда друзей, это сразу видно. А когда команда собрана там по какому-то приказу, это недолгий проект. Ну вот сейчас условное начало сезона, да? Можно еще поддаться? У нас, что касается СПО, в любом случае, в мае, скорее всего, будет у нас вторая игра. Мы ждем после фестиваля заявки еще. Что касается школьников, у нас не прекращается поток заявок. Приходите к каждой кубок, это новый состав. Мы приглашаем всех. Ну что ж, удачи вам в этом нелегком, но интересном деле. И веселом. И веселом. Хорошо, будем стараться. Спасибо, что были эти утра вместе с нами. Напоминаем о школьном и не только КВНе, нам рассказывал Юрий Филиппов, директор Воронежской официальной лиги КВН. Яркое и интересное утро на телеканале ТВ Губерния продолжается. Оставайтесь с нами.